здравствуйте друзья разговорчик у меня был такой с товарищем пару дней назад скайпе он звонит и говорит вот ребенок у меня мальчик 18 лет сейчас школу заканчивает в общем мальчик собрался в америку почему нет у него план такой что вот лет через пять он должен уже быть в америке начали сильно причем не запланировать значит вот у него значит мысли такие но в родители мысли вот они все реалисты не там никто там не не фантазер никакой значит мама учительница английского папа трак водит это там по российской федерации ну и мальчик значит хочет в америку а живут они где-то ну не то что чтобы на периферии вот так вот я честно говоря не помню но что-то такое типа там областной город не знаете увлекается он значит там типа и языкознаниями и какими такими вещами ну и так а учиться хочет вот на учителя английского вот как мама пойти по материнским стопам ну и в америку соответственно и горят вот как вот ты я смотрю я смотрю так что знаете есть такой анекдот там ключевое ключевая фраза которого там выйди из фаэтона вот так и хочется сказать там не мешайте мечтать там выйдите из фаэтона не мешайте мечтать нет как мечта замечательно в практическом плане значит я говорю что вот мальчик мог бы там пойти поучиться может быть на айтишника тогда ему как и английский заодно подобрать и глядишь там он уже бы ну мог как-то по работе да там снимается вопрос как эмигрировать как бы находится ответ вот через профессию но вот его тянет к английскому языку и вот он имеет шанс вообще говорить на английском прямо как носитель языка я не знаю в чем тут ценность большая но ну допустим он я не знаю как носили в разведчике его что линия в общем как носители я вспоминаю что знаете у меня несколько студентов есть одна женщина такая замечательная была из харькова она делала сама знаете сама без всякой помощи сделала себе грин карту по одаренности а сама на экономист экономист из харькова вот она как одаренный экономист себе такую грин карту исправорила а потом чего все думаете пришла в портнов компьютер скулу выучилась там тестировщица и стала шпарит вовсю там но ей уже конечно там наверное лет сорок потому что и за 40 я уж не знаю ну конечно не не 18 как мальчик сейчас у меня еще одна есть такая тоже одаренная но смысле по одаренности грин карту получила вот светлана как с ней работал бы она я не как-то правильно назвать там из таких узоры создается из бижутерии такой ну ребят я не знаю честно название забыл слова вылетел у меня вот и знать за какие дела тоже грин карту дают там без вопросов но тоже вот сейчас самая работа уже ищет на интервью ходит вот сегодня там пост сделала о том какие вопросы и на интервью задавали нормально грин карта есть уже можно и на тестировщика учиться понимаете то есть конечно у мальчика есть перспектива он закончит там какой-нибудь вот там не знаю педагогический наверное институт или там университет где-то выучиться на преподавателя английского потом может быть пойдет там аспирантуру будет ну наверное по педагогике я не знаю а может по филологии какой будет на конференции ездить там завкафедры какой-нибудь будет там может быть даже до доктора наук там молодого лет сорок пять там дослужится и тоже вот сделают ему эту самую грин карту подавленность и 30 лет не пройдет вот и пожалуйста приедет будет учиться на тестировщика но уже не у меня я я столько лет друзья не продержусь это мне уже будет за сто где в сто лет я уже точно не буду этим заниматься поэтому такой путь тоже есть то есть через задний проход вырезать гланды так это каждый дурак может так вот открыть и вырезать а ты вот сделай вот так даже не знаю что сказать я слушаю такие истории и как-то у меня такой когнитивный диссонанс знаете не укладывается вот как как у василия ивановича когда вот он говорит там почему двойку там поставили на экзамене по математике в академию военную петька спрашивает он гтп пить они напишите формулу для вычисления корней квадратного трехчлена а ягод пить даже этот квадратный трехчлен даже представить себе не могу как это выглядит эти квадратный трехчлен вот я вот тоже думаете какой же такой план иммиграции значит что даже и представить себе не не получается да я могу оттуда может поступить в любой совершенно там пид институт отучиться год а может быть два приехать в америку по политическому убежищу если приехать в студенческий потом work and travel подать на политическое убежище и дальше либо как папа вот трак водить на меня но уже американские либо опять же это консерваторе ну то есть портнов компьютер скул там да и счастливое денежное завтра вот я не я не знаю правда то есть странно так что он будет делать с любимой профессии как он будет преподавать нет конечно здесь тоже есть люди которые английский преподают но у них уже отвечен вопрос с разрешением на работу то есть смотрите так много всего то есть хочется в америку раз и чтоб значит в течение пяти лет и чтобы учиться по любой профессии которая вот преподавание именно английского и при том что иммиграции в общем-то перекрыты как я не знаю что но очень хочется я частенько вот говорю что всякое дело когда мы смотрим на него какие шансы да мы оцениваем риски оцениваем шансы мы говорим что вот должна быть как это критическая масса для прорыва есть элемент везения есть какие-то флуктуации поэтому бывает что у него критическая масса там вроде и на пределе совсем но проскочил а у другого вроде и побольше но в неудачный момент зашел в неудачном месте и и не прошел а тот с меньшим и прошел бывает всяко есть флуктуации но все-таки когда у тебя критической массы ну то есть как совсем нет тогда вообще непонятно то есть все-таки меня в меньшей степени беспокоит преподавание английского да ну в конце концов тракт поводит а уж на тестировщик то всегда выучится правда не вопрос но как он здесь окажется и казалось бы 18 лет ты можешь выбрать такую профессию чтобы решить сразу вопросов много может я не понимаю что может быть такое призвание знаете английскому учить даже не я вот сам педагог у меня образование педагогическое есть и я еще в аспирантуре учился по педагогике у меня уже диссертация была вот я просто мы уехали надо некогда было этим заниматься уже смысла не было смысла не было мне говорили что я академиком буду там 45 вот когда я экзамен по педагогике вставал кандидатскими там мужик член корн он меня отозвал и говорит сколько тебе лет я говорю 30 он говорит вот запомни мои слова 45 будешь академиком я говорю надо же я уехал все равно понимаете то есть они не соблазнили меня боярскими женами так вот взял и уехал со своей Светланой Иосифовной и вот мы теперь тут сами бояре так что знаете я интервьюровал там женщину по бизнесу одной из Москвы и там я говорю а что вот когда там клиенты вот там вот что-то делают вот такое вот что вы им скажете она говорит а я им и говорю товарищи надо быть поадекватнее вот и просто тоже так мне хочется вслед за ней сказать так сказать вот этим вот иммигрантам так сказать с намерениями что надо бы поадекватнее как-то я даже не знаю иногда знаете в тупик ставят вроде люди хорошие и и такой вопрос задают которые казалось бы сами могли бы ходить и всех консультировать им для этого я то и не нужен знаете это все равно как там отбойным молотком там маленький гвоздик забить так бы стукнул чуть по мелочи но ладно друзья поадекватнее давайте так вот вообще спрашивайте счастливо